Это история Леонида Млеча, для тех, кому небезразлично наше прошлое. Не юный джентльмен во главе государства вызывает тревогу и сомнения, а справится ли он со всеми вызовами современного времени. Ну, мы с вами в таких случаях всегда обращаемся к историческому опыту. И мы с вами говорили уже о здоровье Владимира Ильича Ленина, потом Иосифа Исарионовича Сталина. Хрущева пропустили, потому что пока он был первым секретарем ЦК и председателем Совета Министров СССР, то на здоровье не жаловался, и оно не сказывалось на его управление государством. Потом о Леониде Ильиче Брежневе, которого, ну, люди моего поколения хорошо помнят, как раз уже совсем не юным и очень больным, что сильно отзывалось на положение дел в государстве. А теперь очередь Юрия Владимировича Андропова, одного из самых загадочных вождей советской эпохи. И не только потому, что он долгие годы руководил Комитетом государственной безопасности СССР, и все, что с этим связано, по большей части является тайной, а потому что вся его жизнь состоит из своего рода загадок. Когда-то, когда только о рассекрете его личное дело, я в бывшем Центральном партийном архиве с волнением листал страницы, и был, конечно, поражен его судьбой, по-своему несчастный молодой человек, остался без отца, без матери, воспитывался отчимом, бежал из дома, его чекисты ловили, возвращали домой, поехал учиться в далекий от родных мест город, потому что прочитал в газете, что там дают стипендию, предоставляют общежитие. И за ним, и у него были большие трудности поначалу, потому что подозревали, что отец был на самом деле белым офицером, что в 30-е годы было смертельно опасно, что дедушка его был купцом, и он потратил много сил и здоровья, опровергая все это. Изначально не был самым здоровым из всех советских вождей, но поначалу его не призвали в вооруженные силы в Красную армию, потому что у него были проблемы со зрением, вот, с самой юности. Так что в армии он не служил, что не помешало ему потом в должности председателя Комитета госбезопасности принять высокое звание генерала армии, полководческое. Ему нравилось позировать в мундире, потому что поначалу на погонах генерала армии были четыре генеральские звезды, а потом на погонах появилась одна маршальская звезда, поэтому Юрий Владимирович Андропов был просто-таки маршалом. На фотографии ему явно нравилось на нее смотреть. В 1966 году, когда Юрий Владимирович Андропов был секретарем ЦК КПСС, его положили в больницу с очень неприятным диагнозом, опаснейшим диагнозом, инфаркт миокарда, и свое 50-летие он встретил на больничной койке. И врачи, которые им занимались, сказали, что, ну, вам, наверное, следует оформить инвалидность и уйти на пенсию. А ему всего-навсего было 50 лет, это было бы крушением всей жизни. Но на его счастье, к нему привели молодого тогда кардиолога Евгения Ивановича Чазова, который был блистательным диагностом. Чазова смутил диагноз, и он гипертонической болезни не нашел, а увидел, что проблемы Юрия Владимировича с почками и с надпочечниками. Подобрал правильные лекарства, сердечные показатели пришли в норму, и Юрий Владимирович вернулся к большой деятельности. А через год Брежнев сделал его председателем КГБ, через какое-то время кандидатом в члены Политбюро, потом членом Политбюро. Андропов стал важнейшей для Брежнева фигуры и рассчитывал на многое. В том числе хотел вернуться назад в аппарат ЦК КПСС, видя себя, видимо, давно в нем сидела, следующим руководителем государства. Но почки его подвели чем дальше, тем хуже они работали. И дело было не только в том, что рацион его сократился до того немногого, что позволено тяжелобольному человеку, и секретари, его помощники, которые не очень хорошо разбирались в медицине, удивлялись, что Юрий Владимирович вместо того, чтобы как следует поесть, все им ест протертое яблоко, пьет минеральную воду. Дело стояло в том, что почки его практически отказывались работать. Вариантов было два перед врачами, потом уже рассказывали те, кто его лечил, что либо пересадить почку. Но в те времена это еще была очень неразвитая часть хирургии. Либо использовать искусственную почку, то есть класть его на гемодиалис. Это долгая, очень болезненная процедура очищения крови, которое это делает вместо человека аппаратура. И Юрий Владимирович Андропов уезжал в центральную клиническую больницу на улице Тимошенко и по многу часов лежал там, пока ему делали эту процедуру. Возвращался назад, и помощники, секретари его обращали внимание на свежие бинты, которые видны были под рубашкой на запястьях. Болезнь была еще опасна и тем, что она влияла на другие органы, что она вообще прочиняла множество страданий. Это влияло на характер человека, как-то отсоединяло его от нормальной жизни. И еще в 1982 году, в феврале, Андропов побывал в Афганистане, где полыхала война. И говорят, что он там заболел, чем-то, возможно, заразиться. Это очень сильно сказалось на его здоровье. А Андропов знал, что Брежнев тяжело более. Возможно, он был одним из немногих, кто об этом знал, потому что о состоянии здоровья членов Политбюро ему рассказывал Евгений Иванович Чазов. Вот тот самый врач, который его спас когда-то в 1966 году, и который заботился об Андропове, и которого Брежнев поставил во главе кремлевской медицине. Евгений Иванович Чазов был заместителем министра здравоохранения, начальником 4-го главного управления при Министерстве здравоохранения. Сатиры отвечал за здоровье всего начальства. Конечно, особенно он заботился о Леониде Ильиче и о членах Аполитбюро. Андропов постоянно встречался с Чазовым. Иногда Чазов приезжал к нему на Лубянку. Иногда они беседовали на одной из конспиративных квартир Комитета госбезопасности в старом здании неподалеку от Театра Сатиры, потому что Андропов знал, что за всеми, кто к нему приезжает на Лубянку, присматривают два верных соратника Леонида Ильича, первые заместители председателя КГБ Цвигун и Цинёв. А иногда Юрий Владимирович хотел с кем-то поговорить на короткие, чтобы никто не знал, но он встречался с Чазовым на конспиративных квартирах. Евгений Иванович рассказывал о состоянии здоровья Брежнева. В 1982 году умер второй человек в партии, Михаил Андреевич Суслов. И долгое время должность осталась вакантной, на неё претендовал Андропов. И Брежнев решил поставить Андропова на эту должность. И тут Леонида Ильича, ну, мир не без добрых людей, стали рассказывать, что Андропов на самом деле тяжело боль. И Брежнев позвонил Чазову и сказал, «Слушай, а что у Юры со здоровьем? Что-то он ко мне приезжает, ничего не ест, говорит ему, соль нельзя совершенно есть. Ты мне скажи, он в каком вообще состоянии?» А Чазов, естественно, сообщил Андропову. Андропов попросил его, ну, Евгений Иванович, ну, вы скажите, что я вполне работоспособен. И Евгений Иванович Чазов нашёл формулу сказать, что Юрий Владимирович вполне может исполнять свои функции. Андропов стал вторым секретарём ЦК и понимал, что через какое-то время Леонид Ильич уйдёт в мир иной. Но не единственный кандидат, казалось, Андропову, потому что важную роль стал играть другой член Моритбюро, секретарь ЦК и заведующий общим отделом ЦК Константин Устинович Черненко, который был очень близок к Брежневу. И у Андропова была большая тревога. А вдруг Брежнев выберет Черненко? Ну, Леонид Ильич ушёл в мир иной. И Юрий Владимирович Андропов стал генеральным секретарём ЦК КПСС, потом и председателем призерима Верховного Совета СССР. Тяжелобольным человеком он был. Он был по существу инвалидом. Не будь он руководителем партии и государства, конечно, его давно бы отправили домой отдыхать, но об этом не могло быть речи. Я держал в руках его календарь. Ну, знаете, такие раньше были перекидные календари. В тот год, когда он был главой партии и государства, практически пустые страницы. Он мало с кем мог встретиться. Им было физически тяжело. Он, естественно, никуда не ездил. Он практически не выступал. Он с трудом исполнял свою обязанность. Но из 15 месяцев, которые были ему даны в роли руководителя нашей страны, он фактически только месяца 8 смог поработать, а потом он угодил в больницу. Дело в том, что в 83-м году он отправился в отпуск, поехал в Крым. Хорошая погода, замечательная природа. Немножко поднялся в горы, и его продуло. И об этом никто из окружающих даже не подозревал. Ну, там молодые люди его окружали, сотрудники охраны, помощники. Им не приходило в голову, что для него это окажется роковым. Он себя... Его бил озноб. Он не мог прийти в себя. Его просто под руки ввели в самолет и привезли в Москву, и сразу же положили в больницу, из которой он уже не выйдет. Это были месяцы тяжелейших страданий, потому что у него возник абсцесс, его оперировали. Довоспалительный процесс остановить врачи не могли. И он угасал на глазах своих помощников, охранников и личных врачей. Понемногу отказывали все его органы. Он чудовищно страдал. Звонил, когда кому-то по телефону слабым голосом люди не узнавали. Он тревожился, беспокоился, что от него сейчас избавятся. Однажды позвонил Николаю Ивановичу Рыжкову, которого поднял, сделал заведующим экономическим отделом ЦК и секретарем ЦК, в который очень верил. Сказал ему, ну, мне сказали, что вы уже решили отправить меня на пенсию. Рыжков, искренний поклонник Юрия Владимировича, просто опешил. Говорит, как это может быть? Егор Кузьмич Лигачев, которого Андропов поставил в главе кадров, рассказывал мне, как его пригласили к Андропу. Он говорит, я приехал в больницу, вхожу, вижу, какой-то человек сидит. И я не узнал Андропова, рассказывал мне Лигачев. Ну, ему-то Бог даровал замечательное здоровье. Уж к столетельному юбилею приближается, да. Я, говорит, не узнал Андропова, он еле-еле со мной поговорил, и я уехал. И Андропов ушел в мир иной тяжелых страданиях в феврале 1984 года. А сменил его Константин Устинович Черненко, который уже в месяце болезни Юрия Владимировича Андропова по существу и управлял страной. У многих тогда выбор Черненко казался странным. Ну, как же, о, почему его поставили во главе государства? Такова была структура советского эстеблишмента. Потому что формально должности второго секретаря ЦК никогда не существовало. Но всегда был второй человек в партии, который сидел вместе с генеральным на одном этаже. Там и было всего два кабинета. А вот Константин Устинович Черненко был вторым человеком в партии. Когда Андропов лег в больницу, то Черненко проводил заседание Политбюро, секретариата ЦК. Через него шли все бумаги. Он практически все решал. Константин Устинович Черненко сам был тяжелым инвалидом. Он сам еле двигался. Дело в том, что тоже на самом деле человек с тяжелейшей судьбой. Из-под Минусинска. В семье было семеро детей. Мать рано умерла. Отец второй раз женился. Мачеха как-то плохо относилась с детям. Константин Устинович три класса всего окончил школы. И пошел работать под паском, потом пастухом. Потом уже, будучи партийным работником, когда он был партийным работником, его отправили в школу партийных организаторов при ЦК. Но это такой был ликбез. В общем, он фактически никогда ничему не учился. Что не мешало ему, кстати говоря, идти в партийном аппарате по идеологической части. Когда-то после войны его даже хотели взять в аппарат ЦК КПСС. Но выяснилось, что Константин Устинович Чернелко пользовался успехом у девушек. Широко пользовался. И некоторые девушки потом обижались. И даже писали на него в ЦК ВКПБ. Ну, Сталин к этому относился довольно спокойно. Но, тем не менее, считалось неправильным. Если уж на него написали, значит, сам виноват. В общем, в аппарат ЦК его не взяли, а отправили на работу в Молдавию. Что, конечно, было для него тогда небольшим удовольствием. Но он не подозревал, что вытащил счастливый билет. Потому что, когда его отправили в Молдавию заведовать идеологическим отделом в ЦК партии республиканской, в Молдавию возглавил Леонид Ильич Брежнев. Леонид Ильич Брежнев, кстати говоря, там встретил несколько человек, которые потом займут видные места и которые будут принадлежать к его команде. Это Сергей Трапезников, который станет заведующим отделом науки. Был малограмотным человеком. Помощник Брежнева, Александров Агентов, когда-то Брежневу сказал, у меня записка есть, Трапезникова. Там 17 орфографических ошибок. Ничего, Брежнев Трапезникову доверял и поставил во главе всей советской науки. Но академики избрали Трапезникову членом-корреспондентом Академии наук. Там Николай Анисович Щелоков работал, который потом при Брежневе много лет будет министром внутренних дел. Там понравился Брежневу и Константину Стенович Черненко. Потом их дороги разошлись. В конце концов Черненко попал в аппарат ЦК КПСС, в отделе пропаганды и агитации работал. А тут Брежнева Никита Сергеевич Хрущев сделал председателем Президиума Верховного Совета СССР. И Брежневу понравился надежный помощник. Он вызвал к себе Черненко и сказал, приходи. А Черненко не хотелось из аппарата ЦК Партии переходить в аппарат Верховного Совета. Потому что несоотносимые были величины. Аппарат ЦК управляет всей страной, а Верховный Совет такое место, где просто штампуют уже принятые партийным аппаратом решения. Но отказать Леонид Ильичу не смог. И второй раз вытащил счастливый билет. Потому что вскоре Леонид Ильич Брежнев стал руководителем партии. И он сделал Черненко заведующим общим отделом. Общий отдел когда-то при Сталина назывался особым сектором. Руководил ему ближайший сталинский помощник Александр Николаевич Паскребовцев. Это была ключевая структура, через которую шли все документы к генеральному и от генерального. В том числе даже документы Комитета госбезопасности. То есть Андропов периодически приезжал к Брежневу, излагал ему какие-то дела, которые он не мог доверить даже бумаге. Но все остальные документы ежедневно шли к Леониду Ильичу через Черненко, через общий отдел. И распоряжение все Леонид Ильич отдавал тоже через общий отдел. И общий отдел ЦК Брежневенко стал ключевой структурой, через которую шло управление страной. От Черненко зависело практически все. Кто попадет к Леониду Ильичу на прием? А это был решающий вопрос. Какая бумага ляжет на стол Леониду Ильичу? И с каким комментарием? Потому что можно же по-разному сказать. Можно сказать, вот какая интересная записка. А можно сказать, ну что это, прислали вам тут что-то такое. А Леонид Ильич абсолютно доверял Константину Ильичу Черненко, потому что знал, что это абсолютно преданный ему человек, на который занят только делом и ничем другим. Это действительно так. Константин Ильич был человеком, которому ничего другое не интересовал, ни какие-то материальные блага. Он действительно был занят тем, что он помогал Леониду Ильичу. Но он был сильно больным человеком. Потом уже врачи говорили, что это было семейное. Братово и сестра тоже страдали легкими. Легкие у него были сильно поражены. И пульмонологи делали все, что могли в ту пору, но не так много у них было возможностей. И вот когда ты даже смотришь хронику, воспоминания оставили о помощнике. Первый помощник Виктора Прибытков очень интересную книгу написал. Он задыхался, он с трудом ходил, с трудом говорил. Единственное, что врачи могли сделать, они создавали аппарат, который нагнетали кислород. Но установили им такую установку дома. А в кабинете он не хотел, потому что она громоздкая. Такие специальные таблетки клали рядом с ним, из которых шел кислород, чтобы он немножко дышал. Но к моменту, когда Константин Устинович Чернинг стал генеральным секретарем ЦК КПСС, он на самом деле действительно еле-еле существовал и с трудом исполнял свои обязанности. Что очень жалко, потому что он был человеком вполне разумным, доброжелательным, без комплексов, не злым. Охотно делал добро, когда это было в его возможности. Охотно давал возможность делать добро его помощникам. У меня два ключевых его помощника, вот и Виктор Прибытков, и Вадим Печен, и Вадим Александрович Печенов, который был у него по идеологии, рассказывает, сколько хорошего они смогли делать, выступая от его имени. И он даже во внешней политике рассуждал очень разумно, принимая иностранную делегацию, вдруг сказали, бумаги были положены, подготовлены, Министерство иностранных дел, сказал, ну что мы с вами все время конфликтуем, почему мы с вами не можем дружить? И сидевший рядом министр иностранных дел Андрей Андреевич Георгиевич сполошился, потому что дружить-то можно было только с социалистическими странами. А Константин Устиневич хотел наладить нормальные отношения и с западными государствами. Короче говоря, крайне, можно крайне сожалеть, что он был таким тяжело больным человеком. Но чем дальше, тем дело становилось хуже. Он почти не покидал спецпалату на четвертом этаже в корпусе центральной клинической больницы. Там была специальная палата, отведенная для генерального секретаря. Чем дальше, тем хуже. Он почти уже не мог работать, перестал приезжать на заседание Политбюро, почти не мог никого принять, не мог отдать никаких распоряжений. Он постепенно уходил. Это тоже, как и в случае с Андро Поростеноус на несколько месяцев. И в эти месяцы ключевой фигурой стал Михаил Сергеевич Горбачев. Но это уже другая история. Мы с вами и впредь будем говорить о том, как здоровье, состояние физическое влияет на исполнение государственных обязанностей. Ну, чтобы не пропустить, ставьте лайки под этим видео и подписывайтесь на мой канал в YouTube. Субтитры создавал DimaTorzok